всем привет с вами евгеньевич вы на канале магазина airsoft rus и сегодня мы поговорим про страйкбольную пиротехнику с помощью которой можно условно уничтожать технику на страйкбольных играх далеко не на всех играх которые проводятся в россии техника поражается с помощью ручных страйкбольных гранат или с помощью страйкбольных подствольных гранатометов которые стреляют выстрелами так или вог так сложилось что на многих играх техника поражается с помощью имитации реактивных противотанковых гранат а-ля РПГ-26 или из противотанковых гранатометов. Наиболее популярными пусковыми устройствами как раз таки являются переделанный тубус от РПГ-26 и страйкбольный гранатомет Бур, которые стреляют оперенными выстрелами от Страйкард. На текущий момент существует три вида таких выстрелов. Это выстрел стрела, выстрел стрела 2М и выстрел игла. Чем отличаются эти выстрелы и какой из этих выстрелов лучше, мы сейчас разберемся. У всех трех выстрелов принцип работы один и тот же. В момент нажатия на спуск электроинициатор поджигает вышибной заряд, который выталкивает оперенный выстрел из ствола и инициирует замедлитель. Как только нить замедлителя прогорает, выстрел взрывается и находящийся внутри горох летит в разные стороны. Так как выстрел происходит за счет вышибного заряда, сам выстрел и его дальность никак не зависят от температуры окружающей среды. То есть и в холодную погоду и в жару вы можете быть уверены, что выстрел произойдет. Единственные проблемы, которые могут возникнуть, это замерзание или разрядка аккумулятора. Выстрелы на вышибном заряде очень эффектно бахают. Будем честными, именно за этот факт игроки любят продукцию Страйкард. Ощущения при выстреле просто непередаваемые. И все это очень сильно добавляет антуража игровому процессу. Выстрелы стрела это самый первый подобный продукт от Страйкард. Можно сказать, благодаря именно ему компания и приобрела наибольшую известность. Стрела представляет с собой довольно объемный тубус, внутри которого находится вышибной заряд и оперенный выстрел. Так как эти выстрелы были первым подобным продуктом, они приобрели наибольшее распространение и даже на текущий момент на руках игроков больше всего пусковых устройств именно от этих выстрелов. Спустя некоторое время компания Страйкард выпустила сразу две обновленных версии стрелы. Это Стрела 2М и Игла. Главным отличием в конструкции новой версии является то, что выстрел разгоняется не в картонном тубусе, как это было раньше, а в алюминиевом стволе пускового устройства. Что с одной стороны позволило уменьшить габариты выстрелов, а с другой должно было увеличить дальность полета. Вообще, с точки зрения функционала, полноценной заменой Стреле является Игла. Стрела 2М была разработана с заделом на то, что в будущем ее габариты позволяли бы разместить контактный инициатор, срабатывающий при соприкосновении с твердой поверхностью. Но пока такой функционал не реализован, Стрела 2М является неким промежуточным звеном между Стрелой и Иглой. Давайте более детально разберемся, чем друг от друга отличаются все эти выстрелы. Для наглядности сравнивать будем по одним и тем же параметрам. Первый параметр – это габариты. Согласитесь, весьма важно, какой боезапас одновременно вы можете унести с собой. По размеру старые стрелы существенно больше остальных выстрелов. Для переноски даже может потребоваться специальный портплет, в котором можно переносить до 4 выстрелов. Стрелы 2М как минимум в два раза меньше обычных стрел. Для их переноски можно использовать обычный рюкзак. При этом в большинстве трехдневных рюкзаков поместится около 10 стрел 2М. Иглы имеют самые компактные размеры. Для их переноски можно использовать даже небольшие штурмовые рюкзаки, например, Minimap от ASR. Кстати, во внешнем кармане Minimap помещается до 3 выстрелов в быстром доступе. А в обычном трехдневном рюкзаке вообще может разместиться до двух десятков таких выстрелов. Чтобы проверить дальность полета, мы решили отстрелять каждый выстрел на одной и той же дистанции. Из наиболее популярных пусковых устройств для каждого типа выстрела. Для выстрелов стрела – РПГ-26. Для выстрелов игла и стрела – это РПГ-26 и гранатомет БУР. Стоит отметить, что внутренние устройства РПГ-26 и гранатомета БУР идентичные. Отличается только внешнее исполнение. Для отстрела мы выбрали дистанцию 100 метров. Выстрел стрела улетел чуть дальше цели. Выстрел стрела 2М не долетел до цели около 5 метров. Выстрел игла долетел до цели даже несмотря на то, что угол возвышения был меньше, чем при предыдущих выстрелах. Чтобы проверить реальную дальность полета иглы, мы решили произвести отстрел с большим углом с дистанцией 150 метров. Выстрел не долетел до цели примерно 20 метров. То есть, в данном случае игла улетела на 130 метров. Какое-то время назад я уже делал отстрел игл. И максимальная дальность полета, которой получилось добиться, была примерно 160 метров. Интересный факт, что на дальность полета влияет количество нагаров в стволе. То есть, после 10-15 выстрелов снаряд летит дальше, чем при чистом стволе. Это происходит за счет лучшей обтюрации снаряда. А еще мы опытным путем выяснили, что максимальная дальность полета выстрелов стрела, стрела 2М и игла достигается при угле возвышения в 45 градусов. Сделав еще несколько выстрелов, мы пришли к следующим выводам. Дальность полета выстрелов игла может быть от 130 до 160 метров. Дальность полета стрел около 100 метров. Дальность полета стрел 2М в нашем случае составила от 70 до 90 метров. Однако, справедливо будет отметить, что внешняя конструкция пускового устройства все-таки повлияла на характеристики выстрела. На РПГ-26, предназначенном для стрельбы иглами и стрелами 2М, спереди есть резиновая мембрана, проходя через которую выстрел теряет часть энергии. Можно, конечно, ее обрезать, но тогда придется принести в жертву антураж. Процент сработки у всех трех типов выстрелов, на наш взгляд, идентичный. Конкретно в нашем случае при отстреле несработок не было. Сравним стоимость. Выстрелы игла в среднем стоят 290 рублей за штуку. Выстрелы стрела 2М в среднем 310 рублей за штуку. Старые выстрелы стрела около 360 рублей за штуку. Таким образом, самыми дешевыми выстрелами являются выстрелы игла. Результаты сравнения вы можете наблюдать на экране. Наглядно видно, что самыми эффективными и недорогими выстрелами на текущий момент являются выстрелы игла. Если у вас пока нет пускового устройства, то рекомендую приобретать именно эти выстрелы. В случае с РПГ-26 при необходимости вы всегда можете заменить направляющие с трубой и использовать выстрелы стрела 2М, если это потребуется. Однако для увеличения дальности полета придется подрезать резиновую мембрану. Оправданием использования старых выстрелов стрела является только наличие старого пускового устройства и более эффектный бабах во время выстрела. Других весомых причин использовать эти выстрелы, честно говоря, я не вижу. Они дороже, больше и летят ближе, чем новые иглы. Ссылки на все пусковые устройства и выстрелы к ним я оставил в описании к этому видео. А у меня на этом все. Надеюсь, видео вам понравилось. Если это так, не забывайте поставить уверенный палец вверх, подписаться на канал, оставить ваш ценный комментарий. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok